Народ, всем здорова! И это выходные в Нидерландах. Это второй день. Вы посмотрите только на эту замечательную погоду сегодня. Просто кайф, я загораю, друзья. Сейчас поднял дрон, вот в том направлении есть Кёрпинг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас вот у нас малые. Они завтракают колбасками, которые мы вчера пожарили вечером, и виноград с яблочками. Наталья Покемарить пошла с Борисом, так как всю ночь мы просидели в нашем стиле. Ничего, друзья, абсолютно не клевало. Когда я дрон поднял, было видно, что мелководье далековато идет. Прям сверху видно, просвечивается все. Скорее всего, поэтому клевать я не хотела. Но будем надеяться чего-нибудь поймать. Сейчас я попробовал, поблеснил здесь. Бесполезно было. Ну, немного припозднился, да, потому что под утро завалился. Сейчас время полдевятого. А то я уже и больше. А нет, уже без двадцати десять. До полдевятого. Блеснил ходил. Время уже выбежала. Водичка шикарная, друзья. Тут купаться можно. Отлично. Ну, не сказать, что прям до купания отлично, но тем не менее. Супер. Там небольшой портик находится, вон там баржа. Ну, как портик, место для яхт, кто на кемпинге. Да, пусть не клевало, но я доволен. Просто доволен, что такое место мы нашли, где можно недалеко бегать к удочкам, к воде. Вещи недалеко таскать. Расположились, две палатки поставили. Что я сейчас буду делать? Рыбачить. А вы как думали? Пока Наталья спит, пока встанет, потом уже и обед как раз приготовим, чего-нибудь вкусненького покушаем. Вроде бы я не спал, сказать так вам, да? Ну, возле воды быстренько, раз, отходишь, так хорошо. Просыпаешься. Ну, конечно, усталость она попозже придет, но это ерунда. В планах у нас остаться здесь до воскресенья. Сегодня суббота. Так что всем большой привет из Нидерландов. Мы сейчас находимся примерно в 50 километрах от того места, где мы были в прошлый раз. Опять же, это место новое. Смотрите, вот такие вот червяки. Абсолютно нетронутые. В траве испачился. На трех удочках ставил на угря на ночь. И даже и опарыш нетронутый. Вообще ничего не тронуто было. Кукурузу пробовал. Еще другие червячки у меня есть. Помельче. Утро в китайской деревне. Наталья, всем приветики. Зубки чистят она. Все с собой есть. Что хотите. Вы только посмотрите на это. Мы привезли с собой дефицит в Голландию. Наталья, а что ты этот нож не хочешь от себя? Он что для мяса разве? Ну, а что нет тебе? Жалко его ворвать. Ну, для чего он тебе нужен? Наталья, в общем, нарезает мяско. Красивый. И что ты будешь готовить у нас? Шурпу. Шурпу. Самый простой вариант на природе. Сухой пока не получается. А, Юра, какого он у нас? Рыбы нету. Ну да. Я тебе о чем говорю. Потому что это нож такой более для стейков. Рифленые. Смотрите, картошечка, лучок. Здесь греется масло. Сейчас Наталья его обжарит. Потом морковочку туда. Ну, в общем, сделать шурпичку. Похлебать. Супер будет. Супер аккуратненько, не брызнуйте. Убавить. Решила все-таки плитку для Натальи поставить на землю. Думаю, вдруг я тебя прокинут сверху. Вода будет все. Еще, Юра, жарко. Жарко. Юрец уже в трусах лазит. Ребята, мы в трусах на заднем плане. Ну, а что нет, загораю. У меня тоже печет прям спину. Хорошо, только не купайтесь. Еще прохладно все равно. А Юрец по старой доброй традиции заварит чаек. Да, покрепче, покрепче Юрик любит. Пойдет. Пора. Ну, Наталья, красиво я тебе скажу. Продвигаешься. Тайфун-сурпус тоже хочет твою шурупу. Ну что, Сузанночка, получается? Да. Уже добавили вот сейчас морковку. Сейчас надо быстренько почистить нам картошечку. Картошку закинем и зальем водичкой, да? Давай, мешай. Уф, 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 уф. Витамины. Все тут. И паприка, и помидорчики. Пошла картошечка, пошла лаврушечка. Хватит, хватит, больше не надо. Вкус вкуснее. Да куда вкуснее, потом будет перчить еще. Так, мы чуть-чуть еще подсолем, подперчем, заливаем и закрываем, и все должно томиться. И все, ждем готовности. Ну еще, конечно же, добавили зеленюшки немного. Если я делаю, я обычно в конце Наталья сразу добавила. На природе и так, и так будет вкусно. Это кто к нам тут пожаловал? Ничего себе у него аппаратик какой. Я же говорю, тут своя дискотека. Смотрите, что творят, а. А рыбы где? Что? Я не знаю, где рыбы. А все плывут? Юрец тоже плавает. Ой, леска, леска, сейчас клевать будет Наталья, смотри. Плюет. Вытаскивай. Это, наверное, был большой судак. Или большой му. Шучу, конечно же, шучу, но шучу я. Я как этот, гресь в этом. В Норвегии, да, этот. Кстати, он же тоже постоянно в воде был. Да? Да, на лодке. Он постоянно плыл на лодке. Ребята, я говорю, так красиво плывут такие яхты, корабли. И не надо в Италию и в Испанию ехать. Смотрите, какая прелесть. Посмотрите на этого капитана. На капитана Врунгеля. Ну-ка, на эту удочку еще не клевала, давай. Я сказал, на черных камнях клевать будет. Может, тебе надо на матрасе выплыть туда подальше и там порыбачить? О, смотри. Эй, подожди, я опаздываю. Ой, красота прям, ребята. Такой свежий-свежий воздух. Дышится так легко, да, Юр? Вообще супер. Друзья, сижу я под Ивой уже второй день и ночь сидел. И вот Иву не зря называют плакучая Ива. Сидишь, и это как оазис какой-то. Тебя раз, как будто дождик капает, капает на тебя. Обалденно просто. Наталье тоже понравилось, да? Ну, я сначала не могла понять, говорю, что-то с него льется и льется. Потом говорит, Юрик, ну это же плакучая Ива, и точно потом до меня дошло. Прямо обалденно, реально. Сидишь так вот и без конца кап-кап-кап везде. Четко. Посмотрите на эти облака, друзья. Посмотрите. Ох, и ветер пошел. Шикарное. Дети уже заранее расстроены. Говорят, когда домой, говорю, завтра. Они, нет, мама, давай останемся здесь на неделю. И я бы тоже с удовольствием осталась. Малые балдеют. Ну, как тебе тайфун, а? Рассказывай. Нравится отдых? Наша шурпичка готова. Можно отключать. Посмотрите, какой прозрачный бульон. Наваристый. От души. Красота. Жаль, тебе нельзя покушать мясо. Я не злорадствую, друзья. Наталья сама не хочет. Сейчас сыро себе пожарю. Все, пойдет, 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 Наталья. Борис, ну-ка дай твою оценку. Очень вкусно. Как вкусно. Чего не хватает там? Или все нормально? Ну, да, я все только не могу еще куснуть. Ну, ты попробовал или нет? Да. Бульончик попробовал, он будет вкусно. Смотри, не обожгись, Бориска. Приятного аппетита. Спасибо. Друзья, сейчас Юре заст оценку происходящему. Как свежее. Наталья, как свежее, я тебе, честно говорю, так чувствуются прям все эти овощи. Никакого салата сюда не надо. Тут все, что хочешь есть. Ирай, иди сюда. От души, смотрите, никакого салата не надо. Ирай, иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Ирай, иди сюда. Так, у нас тут рыбалка идет уже по-новому. Я Юрику подкинула идейку, зайти в воду и попробовать оттуда кинуть. Никому и ничего. Я не буду говорить. Просто хочется домой. Хочу здесь себя затусить. Уедите, ребята, веселимся? У бороды хорошее настроение. Не, норм, норм. Отлично. Отлично, отдыхаем просто супер. Борода сейчас минут сорок покемарил, лег. Настроение отличное. Ну как покемарил, а просто лег на матрасик. Глаза закрыл. Я даже не вырубился. Разве ты кемар? Ну разве ты кемар? Прям Олимпиада, я вам скажу. Все грибут. Может, нырка этого я поймал? Мне кажется, что это утка это. Да, ну как рыба прям плавником была. Вверх дала. Что-то тащим. Окунь? Ничего, это не поймал. Да, рыба, друзья. Счастье, это полные штаны, да? Любля даже подсах не вытащен, сейчас еще и уйдет. Иди сюда. Так, что это за зверь такой? А, это толстолоб. Ребята, вы это видели? Я ж дернулась, хотела рукой хватать, что-то я знаю, что это бесполезно. На подсах разматывать. Вот видишь, а сейчас бы было все. Ну хорошенький дотку в мушнике. Я подумал, когда он там начал прыгать, защиту, я подумал, наверное, утку поймал. Сейчас бы сразу это, скажи мне, засолили бы и на гриль, он как раз горит, да? Облабалось, ну да. Ну меня это радует, Юрик, рыба есть. И, короче, возможно, сегодня будет у тебя клев. Это точно, клев будет. Клев уже есть. Смотри опять. Периодически народ приезжает, отдыхает. Я хочу сейчас вам пойти показать сверху на грильдер, как выглядит сверху это. Поднимусь. Конечно же, если бы клевало, это был бы приятный бонус. Но в этот раз опять не задалось. Ну посмотрим, что покажет сегодняшняя ночь еще. К ночи я готов. Вроде чувствую себя бодренько. В следующие разы будет клевать. Но местечко я действительно, гляньте, как будто для нас газоны постригли. Здесь машины, кстати, не ездят. Только в этот закуток мне удалось заехать. Здесь, смотрите. Скажите же, супер, да? Пишите в комментариях, что думаете. Просто супер. Здесь вот есть отдельный заезд. Это на кемпинг проезд. А я умудрился прям сюда заехать. Тут часто бывает ветер. То поднимется, то опустится. И поэтому в самый раз, где мы палатки поставили с машиной, очень удобно. Так что пишите в комментариях, как вам местечко. А, ну и здесь дорожка, да, для пешеходов или велосипедистов. Вот катаются они тут периодически. Здесь грейдера прям такой вид шикарный. Комаров много. Ну, мы напшикались. К нам они не подходят. О, Наталья приоделась уже. Наталья, помаши папе ручкой. Что, замерзла? Не знаю, мне тепло. Вот видите, какое вестичко. И ты дычь за углом. Вот так вот мы стоим. Мы даже замаскировали палатки. Отсюда не видно. И отсюда никто не видит. Одну, правда, дети завалили уже. Но я уже ставить ее не буду. Сломали эту дядину палатку. И сломанные палатки я сделаю. Покрывало для прицепа. Будет служить теперь так. Поставил на мелких червей эти две удочки. А левую поставил на фролик сбоку. Ну, ничего. Вот единственная поклевка за все время. Друзья, день третий. Сегодня надо ехать домой. Вчера вечером мы до 12 ночи где-то переезжали на новое место. Смотрите. Конечно, пришлось пройтись, вещей притащить сюда. Но тем не менее, уже утро. Ночью ничего не клевало. Видите, какая природа тут. Малые выспались. Наталья отдыхает еще. Натаскалась вещей. Смотрите, какое замечательное место. Но ничего не дергает почему-то. Хорошенько я закормил. Не знаю, в чем причина, конечно. Опарыш танцует. Дискотека у него. Другие червячки. Такие средние. Разбежались ночью. Дезертиры. Пустая упаковка. Здесь ночью жгли костерок. Кто-то уже заранее оборудовал здесь яму. Смотрите, сколько золы. Кира, пару слов от тебя. Как тебе отдых? Классно. Да она бы нас послала, да? Хорошо идут. У нее мотор есть. Он машет нам. Помашите им, детки. А тебе, Сиданночка, как отдых? Хорошо. Сытые? Нет? Голодные? Голодные. Иди сходи за едой. Сейчас приготовим. Это что папа мне принес доширак. И это его пшатка. Называется по-русски. А по-немецки доширак. Доширак по-немецки? Угу. Доширак. А ты, Сиданно? Тоже доширак. А вот и приехал доширак корейский. О. Спайс флауэр. Ну-ка, вот этот. Ой. Инстанс нудель вегетаблис флауэр. Это для мамы. Можно было бы. Я вот этот. Вегетарианские. Изначально мы на это место приехали. Пришли, я здесь сидела. Пара одна. Семейная. Тоже с детьми были. А потом я вечером прогулялся сюда. Смотрю, их уже здесь нету. И давай мы таскать свои вещи через лес. Здесь лес густой. Всю ночь птички поют. Дятла стучат. И кукушки кукукают. Ой, Кира, еще чуть не сочет. Что там нашла? Гуляш топ. Это доширак нашего Бориски. Какое любят. А вот и дошираки готовы. Что, остренькие? Ага, остренькие. Наверняка порция большая, острая. Все, прорвало плотину. Пошли лодки. Одна за одной. В ряд идут. Лебедь пожаловал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас кого-нибудь поймаю на удочку. Сделали полун другим ребятам волны. И меня сейчас тоже тут. Смотри, рыба. У-у-у-у. Поймал, поймал. А-а-а-а. Делаю проводку вдоль камыша. Авось какая-нибудь щучка бахнет. Но с одним движняком не думаю. Что-то они сегодня вообще прям разошлись здесь. Ну, выходные дни. Из-за этого они разошлись. У них своя трасса, обалдеет. Ну, может быть, дело в прикормке. Но в следующий раз поедем. Я специально наварю кашу той, которую ты эту рыбу на заловил. Попробуем с ней. Не покупную прикормку, а свою сделать. Сварить пшеночки, там ванилина добавить. Мне кажется, пойдет тогда. И как раз может все-таки этот нерест закончиться, да? Да, наверное, закончился уже. Просто у рыбака всегда будет отмазка. То нерест, то давление. Луна не полная, хотя она полная. Подожди. У тебя зацеп, наверное. Стоп. Тормоза уберем чуть. Давай. Скорее всего камыш. Блин, хотела затынуть и испортила, да? Не-не, все, тяни, нормально все. Она у тебя там перехлестнулась. Вот в чем дело. Стоп. Давай, Наталя. Нормально. Закрываешь и поехала. Поехала. Сейчас Наталья наблеснит тут. Что-то я не вижу, ее далеко закрыло, да? Ее щука съела просто, напросто. Надо хоть удочку держать, а то рыба дернет. Юрец пошел по-сильному, за лебедями уже. Эй, вы куда, куда, повели, повели. Стоять! У них все танцы какие-то, танцуют они. Брачные танцы. Ну, просто плывут, а до этого, как начинают кружиться, все одновременно, так красиво. Спасательная бригада. Они где-то полчаса назад на скорости пролетели. Там столько спасателей стояло, стоя прям, да, держались с мигалками. Пролетели в том направлении, сейчас на буксире тащат оттуда лодку. И вот спасатели на ту перебрались. Может, кому-то плохо стало, а может, кто-то, может, сломался, да? Непонятно. Все налажено, конечно же. Естественно, представьте, столько здесь, как на автобане ходит лодок. Службы должны работать. Белеет парус одинокий в тумане неба голубом. Что потерял в краю далеком. Что приобрел он за бугром. Меня вдохновила эта страна на стежки. Отлично отдохнули, друзья. Сейчас потихоньку будем собираться. На ночь у нас нет уже возможности оставаться. Завтра понедельник. Надо трудиться. Хватает отдыхать. Итак, две ночевки мы здесь. И в общей сложности, можно сказать, три дня. Две ночевки, три дня. Как быстро время бежит, да? Как будто мы только вот вчера приехали. Смотрите, как красиво идет. Спокойненько. Двигатель выключен. На ветру. Ну, на этом все, друзья. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Не удалось нам наловить рыбки. Но это и не была главная цель. Главное было отдохнуть. В принципе, там, где мы изначально были, удочки стояли. Мы своими делами занимались. Гуляли. Кошеварили. Кушали. Просто отдыхали. А рыбу-то еще и везти надо было бы. Чистить. Так что все в порядке. Всем спасибо. Всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь этим видео. Ой, ребятки, последние сборы. Пока Юрик тут все нам собирал, мы с детками таскали. Я уже еле живая. Жарко сильно, жарко. Тут в теньке, а туда выходишь, там, как другая жизнь. Жара, столько людей. За львом-то все купаются, там пляж. Ой, там пляж, столько народу загорают, все играют. Фух, устала. Ну, осталось вот чуть-чуть. Сейчас, я думаю, мы с Юриком за последний рейс уже все у вас заберем. Смотрите, какие пляжи тут. Погода теплая, под 30 градусов. И везде вот так вот народ отдыхает. Супер просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...